Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как просить себя за то, что 10 лет растратилось впустую на пустые переписки игроманию безделия и лень? Было дано много шансов, много возможностей, много ресурсов, поддержки, чтобы оставить себя на ноги. Масса свободного времени, много идей, но я ничем не пользовалась и ничего не реализовала. Грядит новый период и как себя просить за то, что ничего не взяла от благоприятного периода жизни на 29 лет? Благодарю за ответы. Я думаю, что мой ответ вам не понравился, скорее всего. Потому что я думаю, что даже не только не понравится, но и возможно вызовет сопротивление у вас. Но, на мой взгляд, правда выключается в том, почему, почему, да, вот отвечая на этот вопрос. Почему? Потому что не хотели. Вот, вы никогда, никогда не хотели реализоваться, вот, вы никогда не хотели этого, вот. Более того, более того, я думаю, что вы не просто не хотели, вот. Я думаю, что вы не только не хотели, но я думаю, что вы и боитесь это делать. То есть, я думаю, что вы боитесь реализоваться, я думаю, что вы боитесь успеха, вот, честно говоря. Вот, такое мое мнение. И отсюда все ваши, вот эти вот, ну, как бы противоречия идут, на мой взгляд. Именно отсюда идут все ваши трудности, именно отсюда идут все ваши волнения, переживания и так далее. Вот, собственно, и простить, как вы говорите, да, проститься, да, вы не можете, вот, тоже по этой же, как мне кажется, причине. Вот, по причине именно того, что, да, страны, страны для нас это очень важно было. Я имею ввиду, ну, реализоваться, с одной стороны, вот. С другой стороны, я думаю, что вы этого никогда не хотели, вот, потому что боялись, вот. И, в общем-то, на мой взгляд, боитесь, ну, до сих пор, до сих пор, я думаю, боитесь, вот. До сих пор, я думаю, вы этого опасаетесь, потому что, момент здесь в том, вот, что успеха добиться, добиться успеха. Это, знаете как, ну, по беды, что называется, что дальше делать, потом, после того, как успеха добьешь. Вот это очень важный момент. Вот это очень важный момент. И многие люди не могут ответить себе на этот вопрос. Многие люди не могут ответить на вопрос, значит, что они будут делать, вот. после того, как добиться успеха, вот. Ну, нет, нет идей у людей, вот. Извините, если вам это показалось, вот, значит, если вам каламбурный, это правда, это правда. Показалось, но, вот, серьезно, серьезно говоря. Многие люди не знают, что они будут делать за успех. Поэтому, я думаю, так. А как себя простить? Вот. Хороший вопрос, но, в самом деле, вот, как себя простить? Для того, чтобы себя простить? На мой взгляд, для того, чтобы себя простить. Нужно себя понять. Вот. То есть, нужно увидеть, что вы хотели. Не реализовывая свои, ну, вот, все вот эти возможности, о которых вы говорите. Вот. Понимаете, да? Понимаете, да? То есть, нужно увидеть вот эту историю. Ваша цель была какая, когда вы не реализовывались. Вот. Ну, ведь, наверняка же, наверняка же, ну, возможности для реализации у вас были, наверняка вы их видели. Вот. Все это так. Все это так. Все это так. Но только вам это было не нужно, потому что вы выбирали другое. Вот. Что другое. Да? Вы выбирали. Я нужна выяснить. Ээээ. Когда. Эээ. Когда. Эээээ. Когда, когда вы выясните. Когда вы увидите, что другое вы выбирали, что вы не такая, как вы о себе думаете, когда вы увидите, что вы другая, немножко другая, когда вы увидите, что на самом деле, вы, ну вот, хотите несколько иного, да? Вот. Вот когда вы это увидите, на мой взгляд, вот тогда вы смотрите себя простить, потому что окажется, что вы, в действительности, хотели несколько не того, чего пытаетесь сейчас изобразить, да? Как-то вот, ну, как-то вот показать и так далее. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Это, это, на мой взгляд, конечно, нелегко. Вот. То есть, нелегко, ну, как бы, вам будет признать, что, о, о, в действительности, это я другая, вот, о, а в действительности, это я, там, там, другого хотела, вот, о, а в действительности, это я, оказывается, там, ну, на самом деле, я не хотел этого, вот, понимаете? Вам это будет, на мой взгляд, признать непросто, вот. Но, если вы это сделаете, сможете себя простить, вот. Потому что вы увидите себя более полно. А сейчас вы себя не можете простить именно только потому, что требуете от себя. Требуете от себя быть другой, вот. Требуете от себя быть не той, кем вы являетесь, к сожалению, к сожалению, вот. И оттуда ваше противоречие такое. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, вот, с моей точки зрения. Поэтому простить, поэтому простить себя означает принять себя. Ну, то есть заметить то, кем вы являетесь, вот. И вот, пока что этого не происходит. Пока что у вас нет этого ресурса. Пока вы продолжаете, в этом смысле, требовать от себя снова и снова, да, вот, реализоваться. А при этом, пожалуй, ну, наверное, не очень-то понимаю, а зачем. Вот. То есть, ну, для чего? То есть реализоваться, вот, чтобы что. Вот, мне кажется, что в этом заключается основная ваша трудность по принятию себя. Вот. И, соответственно, если все это будет сделано в процессе психотерапии, все это, конечно же, будет сделано. Вот. Да. То я думаю, что вы сможете сдвинуться дальше, я думаю, что сможете вы подвинуться вперед. Вот, и я думаю, что сможете даже получать удовольствие от своей жизни. Вот, от которой сейчас, ну, вот, вероятно, вы удовольствия не получаете. Ну, по понятным причинам, да, потому что какое удовольствие, когда вот все время вы себя ругаете. Вот. То есть, тут вот в какой-то степени, да, все довольно, ну, просто здесь. Если чего-то не происходит, да, если чего-то не происходит, если чего-то не случается, то это означает, что человек этого не хочет. Просто-напросто. Вот и все, на мой, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Это, на мой взгляд, логично. Вот. Поэтому вам нужно просто признать, что не совсем вы такая, какой привыкли себя видеть. Вот. И, что важно, психолог, да, вам может в этом помочь. То есть, психолог может помочь вам в том, чтобы вот этот аспект раскрыть. То есть, ну, раскрыть аспект того, что вы немножко другая. Вот. И хотите, может быть, другой быть на самом деле. Вот. Только не позволять себе этого. Вот как-то я бы сформулировал это так с точки зрения психологии и психотерапии. Так же. Очень, очень важно увидеть следующее. Чего вы на данный момент хотите? Вот вы сами сейчас. Что вам нужно? Да. Какие у вас приоритеты? И в чем они, эти приоритеты? То есть, опять же, опять же. А бичевать себя. Бичевать. Можно очень долго. Вот. А бичевать себя можно бесконечно. Понимаете? Понимаете? Ну, так, а так ничего и не добьется. Вот. Понимаете? Да? Другой вопрос. Что делать? Другой вопрос. Как делать? Вот. Вот что важно. Как мне кажется. Это очень, очень, на мой взгляд, серьезный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Прямо сейчас. То есть, подумайте. Подумайте, пожалуйста. На что вы прямо сейчас тратите свое время? Вот. Вы тратите свое время на то, по сути, что вы себе обличуете. Вот. Ну и куда вас, опять же, да, куда вас это приведет? Вот. К чему вас это приведет? Вот это очень важно. Здесь. Да. Вам 29 лет. Я прекрасно понимаю, что, значит, в какой-то степени, вот, кризис, да, может быть, 30 лет у вас. Вот. Я понимаю. Этот момент. Правда. Понимал. Вот. Ну, опять же, если вы займетесь сейчас с собой, да, если вы займетесь сейчас своим личностным ростом, ну, допустим, вот, я думаю, что многое, многое может измениться. И вы сможете как-то вот себя реализовывать. Ну, на мой, на мой взгляд, опять же, то есть, тут, тут, ну, понятно, есть свои нюансы, всегда есть свои нюансы, это все понятно. Ну, это может. Как-то так, значит, хочется позвать вам всего доброго, хочется позвать вам удачи, хочется позвать вам сил для того, чтобы начать над тобой работать. Не всегда это легко, вот, ну, к сожалению, вот, но я думаю, что у вас все может получиться. Вам обратную связь по моему ответу я вам буду благодарен. Это позволит вам начать работу над собой. А, желаю, желаю вам, желаю доброва, обращать. Субтитры сделал DimaTorzok